Задержанные в Киеве российские дипломаты освобождены и уже вернулись на родину. Двое сотрудников посольства, несмотря на предъявление дипломатических паспортов, под вымышленным предлогом были задержаны украинскими властями в среду. Возмутительную акцию против сотрудников нашей дипмиссии в украинской столице далеко, кстати, не первую. МИД России не оставит без внимания. Виталий Втулкин о провокации так нелепо склеенный. Они уже на свободе, но совершенно точно тот случай, после которого не просто осадочек остался. История с захватом российских дипломатов, а что это было, если не захват, возмутительная и еще темная. Итак, наше посольство в Киеве официально заявляет об исчезновении двух сотрудников. И Киев поначалу подтверждает. Да, действительно, третий секретарь Андрей Голованов и Аташе Михаил Шорин задержаны. Находятся в главном управлении службы безопасности. Называется и причина, почему люди по определению неприкосновенные там оказались. Причина, которую в Москве сразу называют нелепой. Несмотря на предъявления ими дипломатических паспортов, они были задержаны на выходе из кафе под откровенно вымышленным предлогом. Якобы у них были обнаружены гранаты. Мы настаиваем на немедленном освобождении сотрудников посольства. Вот так все по предоставленной Киевом версии. Зашли дипломаты перекусить, а гранаты выложить забыли. Дальше еще интереснее. Вместо немедленного освобождения россиян в Киеве начинают говорить, что не было их. Подтверждение о задержании сотрудников дипмиссии сайта украинского МИДа исчезает. Сообщение на ту же тему одного из украинских информагентств пропадает через 15 минут после появления. Служба безопасности хранит молчание. А от пресс-секретаря Киевского МВД звучит следующее. Нет таких задержанных. Я проверила всю информацию. Даже близко ничего похожего нет. И вот сегодня эта милицейская близорукость была вылечена. Россиян отпустили. Они по информации вернулись в Москву. Теперь сами расскажут, где их держали все эти дни. Наш МИД заверил, просто извинениями Киев не отделается. А там, похоже, считают, что ничего такого не произошло. Свои действия по захвату сотрудников посольства не оправдывают никак. Вообще, охраняемые международным правом дипломаты на Украине оказываются совершенно беззащитными. Причем дипломаты российские. Это история с задержанием. Или вспомнить июньские события, когда киевская милиция со стороны наблюдала, как толпа в несколько сотен человек забрасывала здание посольства камнями и коктейлями Молотова, переворачивала машину сотрудников и даже сорвали флаг. И что та атака была последней, гарантий, разумеется, никаких. Но свою работу российская дипмиссия в украинской столице сворачивать не собирается. Пока, по крайней мере. Виталий Втулкин, Виктория Григорьева, Расул Муратов, 5 канал.